Всем привет, друзья! С вами Реалайз. Сегодня у нас понедельник, обновился магазин Утренней Мимозы. И забегая вперед, хочу сказать то, что на 9-м оперативном центре есть интересные предметы, которые мы разберем чуть попозже. Вначале небольшая информация касательно событий Антипасха. Я собрал 58 коллекций из 100, при этом я выполняю только ежедневные задания. То есть, по сути, я даже не играю. Я захожу, выполнил ежедневные задания, 2 раза сходил на арену и, по-моему, 4 раза в торговый центр. Таким образом, на данный момент собрал уже больше половины. В любом случае, я заберу этот артефакт, при этом практически не играя. Те люди, которые проявляют активность, я уверен, вы давно уже забрали вот этот артефакт, поэтому оставляйте свои комментарии, сколько вы собрали коллекции и сколько вы собрали голограмм. Мне будет интересно, чисто для статистики. Лично я на данный момент не получил ни одной голограммы, но потому что 58 коллекций это слишком мало. И, кстати, очень многие подписчики спрашивают, как можно получить вот такой вот трофей, который называется Волостелин Могучих Куч. На самом деле, это секретный трофей и получить его можно, отправив ресурсы товарищам по клану 500 раз. Просто отвечаете на запросы в клане и рано или поздно вы получите себе такой трофей. Ну а теперь переходим к основной теме, а именно разбор магазина Мимоза на примере 9 оперативного центра. Первым артефактом у нас является легендарный артефакт, который называется Большой Перекур. Срабатывает он периодически при призыве вражеского приспешника. Бонус замедляет перезарядку следующего навыка всех врагов на 45%, ускоряет перезарядку следующего навыка всех союзников на 45%. На самом деле, бонус этого артефакта является одним из самых лучших, которые можно получить в магазине Утренней Мимозы. Потому что вы ускоряете свою перезарядку и замедляете перезарядку противника. Это очень сильно помогает во время боя. Но, к сожалению, здесь не совсем идеально условие срабатывания, потому что у большинства, конечно, противников будет приспешник, но не у всех. Поэтому данная покупка будет такая сомнительная и срабатывать будет не на 100%. Лично я люблю искать такие артефакты, которые работают с каждым противником. Поэтому я вам все-таки не советую ее приобретать. Ну а если вы все-таки решили его покупать, то обязательно обращайте внимание на диапазоны уровней. Основным артефактом на этой неделе является диплом инженера, который срабатывает периодически при воскрешении противника. Бонус. Снижает урон бойца на 90%, ускоряет перезарядку навыка на 80%, действует 5 секунд. Очень классный бонус. Он идет конкретно для инженера. То есть на любого инженера вы надеваете такой артефакт. Он ускоряет абсолютно любой навык, который у вас имеется в оружии данного инженера. Но, к сожалению, здесь опять не идеальные условия срабатывания, так же, как и с предыдущим артефактом. В большинстве случаев он, конечно, будет срабатывать, потому что практически у каждого противника есть либо посох на воскрешение, либо броня на воскрешение. Таким образом, у вас будет срабатывать этот бонус. Но это не 100% условие срабатывания, потому что вам будут попадаться противники, у которых нет воскрешения, соответственно, этот артефакт у вас работать не будет. Тоже такая сомнительная покупка, хотя бонус идеальный для инженера, поэтому обязательно подумайте, прежде чем его приобретать. Лично я подождал бы артефакта с более лучшим условием срабатывания, например, периодически при воскрешении союзника. Но здесь, опять-таки, нет 100% условия срабатывания, поэтому думайте сами. Остались у нас 2 эпических артефакта, давайте мы их разберем. Я вам советую, начиная с 70 арены, уже не использовать эпические артефакты, а только легендарные, потому что они слабее в 1,5-2 раза. Но все равно давайте разберем бонусы этих артефактов. Призыв снайпера. Срабатывает периодически, призывает бойца дальнего боя, атакующего самых дальних врагов. Наносит определенное количество урона в секунду и действует 6 секунд. Сам бонус и условия срабатывания идеальны, но до 70 арены. Начиная с 70 арены, я вам не советую пользоваться таким бонусом, потому что есть более сильные артефакты. Поэтому 100% на 85 уровне конкретно эту покупку нам нужно пропустить. Последний артефакт на этой неделе называется Орбитальное падение. Срабатывает он во время гибели союзника. Бонус наносит определенное количество урона и оглушает всех врагов на полсекунды. Призывает приспешника рядом с врагом, с определенным количеством здоровья и единиц урона. Срабатывает один раз за битву. Если вы встретили такой же артефакт, но легендарный, обязательно его приобретайте. Здесь идеальные условия срабатывания, потому что в любом бою, безусловно, вы потеряете союзника. Соответственно, бонус этот сработает. Данный бонус является одним из самых лучших в принципе во всей игре, даже если сравнивать этот артефакт с артефактами, которые можно получить во время события. Сейчас я вам объясню еще один момент. Если у вас условия срабатывания во время гибели союзника, то вы использовать можете его один раз за битву. Но таким образом у него статы гораздо выше, чем если вы встретите такой же артефакт, но он срабатывает периодически. Может сработать несколько раз за бой, но он слабее по статам. Поэтому вы в принципе можете приобрести и тот, что срабатывает один раз за битву, и тот, что срабатывает периодически. Они оба идеальные по-своему. Но опять-таки только в легендарном виде. Итак, добрались мы до предметов. Здесь довольно-таки интересная форма для стрелка. С одним показателем на урон это очень круто. Таким образом, здесь максимальный практически показатель урона и отличный показатель здоровья. При смерти оглушает врагов в области вокруг на 2,5 секунды. Вообще, в идеале, конечно, такую броню вешать не на стрелка, а на разбойника. И именно на того разбойника, у которого есть телепортация за спину. Потому что разбойник является бойцом ближнего боя, он телепортируется за спину противником и находится в гуще событий. Когда его убивает, он сможет оглушить всех вокруг себя. Если такая броня будет надета на стрелке и вашего стрелка убьют, то он спокойно там умрет и, в принципе, никого оглушить не сможет. Поэтому я бы вам советовал задуматься над этой покупкой. И последний предмет на сегодня это меч на воина. Он у нас эпический. Конечно, на 85 уровне нет смысла пользоваться эпическими предметами. Но давайте все равно разберем этот меч. Здесь у нас имеется два показателя. Один на крит, другой на уклонение. Для воина лучше всего, конечно, просто уклонение. Без показателя крита. Таким образом, здесь было бы больше урона. Но это, в принципе, не критично. То есть, это все можно пропустить в рамках разумного. Далее, смотрим базовый бонус. При атаке есть шанс определенно восстановить себе определенное количество здоровья. То есть, этот базовый бонус абсолютно на всех мечах будет в этой игре. Дополнительный бонус, который нам интересен. После срабатывания любого воскрешения, боец с этим оружием наносит на 50% больше урона. Действует 7 секунд. На самом деле, бонус довольно-таки неплохой. Но чтобы он идеально срабатывал, в вашем составе обязательно должен быть инженерное воскрешение. Либо на танке надета броня на воскрешение. Таким образом, этот бонус у вас будет срабатывать. Но самый идеальный вариант для этого бонуса, если вы его встречаете не на мече, а на кинжалах. Либо на ножах. Таким образом, вы эти ножи отдаете, естественно, разбойнику. И когда его убивает и он воскрешается, у него гораздо больше урона. Вот тогда вы сможете получить от них максимальную выгоду. Но на самом деле, для танка не так важен урон. Если у вас есть легендарное оружие по уровню, я думаю, не стоит себе приобретать подобного типа. Вот такой у нас магазин на этой неделе на 9-м оперативном центре. На этом я буду заканчивать свой видеоролик. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всем, друзья, удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok